Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня я выкатываю в режим гравитация СУ-12254. Почему именно ее, спросите вы, среди всех возможных танков, которые у меня есть? Я вам скажу, потому что, посмотрев на технические характеристики этой машины, вы поймете, почему выбор пал на нее. Смотрите, по орудию, которая является топовым для данной ПТ-шечки, это самая ДПМная пушка в игре. 4211 единица ДПМа, это просто супер. 6 секунд перезарядки, там, со всем установленным оборудованием, амуницией и так далее. Короче говоря, 6 секунд и 420 единиц альфы с пробитием в 258. Так вот, ребят, мне почему-то кажется, что с учетом того, что в режиме гравитация необходимо максимально часто стрелять по вашим противникам, как я понимаю, самым лучшим орудием для игры в данном режиме будет орудие, которое будет наносить максимально болезненную альфу максимально часто. Насколько я прав или насколько я не прав, я сейчас увижу исключительно в этой катке. По-другому не получится. Ну, давайте будем посмотреть. Я ставку ставлю на то, что мне зайдет, мне понравится, а как это будет по факту, сейчас будем видеть. Я сейчас попытаюсь занять наверху какую-нибудь позицию, для того, чтобы своих соперников видеть с высоты, как говорится. Сейчас еще буквально 10 секунд, я хочу перелететь туда дальше, для того, чтобы все-таки наверху находиться, а не внизу. Все товарищи переехали на ту сторону карты, не очень, конечно, удобно, но сейчас будем посмотреть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, только не падай вниз. Все, красота, заняли позицию, стоим, выжидаем кого-нибудь, в кого можно будет поотбрасывать. Сейчас переедем на какую-нибудь нормальную, ровную, так сказать, площадку, и будем пытаться кого-то искать в своем прицеле. Так, первый товарищ, покажись, леопардик, получше, давай. Раз, шот. Лорка спряталась вот здесь, наверху, явно будет сейчас пытаться выехать куда-то поближе, для того, чтобы кого-то повыцеливать. Давай. Сейчас, скорее всего, лорка у нас улетит вниз. На этом у нее игра на верхотуре закончилась. А бедняк заключается в том, что все наши соперники, они находятся сейчас на той стороне карты. Это не есть гуд. С другой стороны, даже если наших сейчас всех разберут и попытаются ко мне подобраться, то у меня есть все шансы здесь стоять и отбиваться. Единственным минусом является крайне маленький минус, но уже крайне маленький минус по орудию. Все-таки, прям совсем наверху на данной машине стоять не очень удобно. Кто-то там уже матерится, ругается. Видать, не сильно у него получается то, на что он рассчитывал. Лорка опять наверху. Хочу опять сбросить ее вниз. Дай товарищу подняться. Вот так вот. Да, вот чуть-чуть бы ей добавить, блин, этой пушечке углов склонения, и была бы вообще красота. Просто блеск был бы, я бы сказал. Так, я нахожусь за светом. Под лорку подлазить не сильно не хочется, если она там еще наверху. Да, вот она. Красавица. Едет по мою душу, как я понимаю. Ну давай, прыгай, посмотрим, чем дело закончится. А вот и ты, да, а вот и ты. Не долетела, не долетела. Наш красавчик снял ее в полете. Это было очень приятно, что мне не пришлось здесь с ней бодаться. На той стороне карты. Ну что, поеду. В любом случае, мне терять особо нечего. По одной простой причине. Потому что шансы у меня есть. У меня очень хорошее КД, у меня полный запас альфы. И абсолютная безрассудность в голове. Ну а раз безрассудность есть, значит мне ничего не страшно. Экшен Икс. Привет. Начинают меня разбирать. Ну да не беда. Сейчас разберемся. Может даже еще и затящим. Да, господи, заговариваться начал, шуганулся. Да, наверное, затащить не совсем выйдет. Не успею я сам прям затащить. Но двоих товарищей уже забрал. Остался один вот этот. Которого я сейчас хочу, блин, добрать. Верните, верните товарища. Я хочу все-таки этот фраг заполучить. Хорошо спрятался, но ненадолго. Да, слушайте, пока, пока довольно неплохо сушка себя показывает. Мне понравилось, честно говоря. Наверное, все-таки он будет перемещаться, этот танчик у меня на первое место. Среди тех, которые я буду рекомендовать на позицию лучшего выбора для игры в гравитации. Мне очень понравилось 3600 нанесенного урона, два фрага. И это я еще практически ничего не сделал в бою. То есть мне не повезло с тем, что все соперники уехали абсолютно на другое направление. Ну и, соответственно, ко мне просто никто не приехал отдавать свою хпшечку мне в копилку. На этой карте мне не очень нравится играть по одной простой причине, потому что на ней все как на ладони, как говорится. И где-нибудь нормально захорониться не получается. Так, ну что, поехали. Поехали, поехали, поехали. Интересно, вот туда... Я пробовал, ни разу не долетал почему-то. Я так понимаю, что наверх туда забраться Unreal какой-то. Либо просто я пытался залететь абсолютно не с той стороны, с которой стоило бы пробовать. Ладно, поехали, посмотрим, где можно нормально куда-нибудь приземлиться. Я ищу себе площадочку подальше от всех. Но не сильно далеко, так чтобы все-таки противников можно было видеть и, соответственно, выцелить их. Так, куда бы мне спрятаться от них, от всех? Ну, перелетел, блин. Ладно. Вот. Вот сейчас по вот этим товарищам будем пытаться отработать. Не знаю, надолго ли меня хватит здесь. Как я уже говорил, на данной карте мне не сильно нравится отыгрывать. Какая-то она стрёмная. Да, Маушене на сместо фикс двинешь. Неудивительно, товарищ всё-таки тяжёлый до безобразия. Рушечку добираем. И уже практически перезарядились для того, чтобы выцеливать следующего товарища. Всё-таки хорошо, ребят, на данной ПТ-шке играть. Броня у неё лобовая есть. Можно смело ехать куда-нибудь. И принимать непробитие от врагов хотя бы салбан. Так, что там у нас? Спускайся. Блин, не успел. Меня добрали быстрее. Но, слушайте, мне нравится. Очень нравится. Сейчас данный бой досматриваем. Закидываюсь в третью катку для того, чтобы сделать уже всё-таки итоговый какой-то вывод по поводу данной сушки и режима гравитации. Насколько эти два товарища совместимы. Итак, ребята, бой закончился поражением. Я не знаю, насколько хорошо в этой катке получилось отыграть в виде нанесённого урона. Я бы сказал, что не получилось. Хотя я сделал два фрага. То есть, в целом, хоть что-то для победы я попытался сообразить. Но, как я уже говорил, данная карта мне вообще не поддаётся. Я не понимаю, как на ней играть. Я не понимаю, кто где находится. Обычные привычные карты мне как-то ближе и как-то больше по душе. Вообще, в целом, ребят, режимчик не из лучших, безусловно. Но что-то прикольное в нём однозначно есть. Получаю ли удовольствие от боёв? Ну, наверное, больше нет, чем да. А что касается выбора танка. Как я уже говорил, я выбрал себе эту сушку напопробовать. Только лишь потому, что у неё сочетание альфы и КД, ну, самое-самое приятное. Я сейчас попытаюсь забраться вот сюда наверх, для того, чтобы быть на верхотурке и попытаться сверху кого-нибудь повыцеливать. Хотя, честно говоря, не знаю, насколько это хороша идея или не очень. Главное, чтобы меня сейчас не скинуло вниз, потому как будет очень сильно обидно, что я сюда карабкался, карабкался. Аааа, давай, 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 давай. Ну нет, ну что ж такое-то. Я теряю, теряю, ребят, время, очень теряю время, но очень хочу забраться всё-таки наверх и с высоты, как говорится, птичьего полёта немножечко пострелять в товарищей. Ну, давай, ещё чуть-чуть, доедем, да, доедем. Хорошо, получилось, заняли позицию, стоим, главное, чтобы нас отсюда никуда не снесло. Начинаем выцеливать тех ребят, которые есть внизу. Пока никого не наблюдаем, товарищи пытаются отыгрывать где-то там у себя на своей половине карты. И что получается, я сделал стратегическую ошибку, да? Я приехал туда, где никого нет. Ладно, подождём. Я уверен, что рано или поздно кто-то в прицелах в наших должен появиться. Не может быть такого, что прям все там будут отыгрывать и сюда никто не придёт. Это уже жадность больше, ребят, была, чем здравый смысл так откидывать без точного прицела. Промахнулся и сейчас. Да, стратегическая ошибка допущена однозначно была. Не могу рассчитать время упреждения, да? То есть не могу просчитать, как откидывать. Сейчас вообще кинул без урона. Не весело, очень не весело. Надо было ехать немножко на другое. Всё-таки направление надо было с той стороны карты становиться, а не здесь. Ну что, здесь просчитаю, упреждения нет. Падает, товарищ. Пролетает мимо. Вообще в шоке, честно говоря. Вроде бы правильно всё рассчитал и всё равно ничего с этого не вышло годного. Остался один. Какая прелесть, я так понимаю, что в целом, что называется сейчас, поиграем. Даже без пробития. Вообще супер. Не буду отсюда никуда уезжать. Просто по той причине, что это всё равно ничего для меня не изменит. Ну, то, что я и говорил. Даже если бы я отсюда уехал, всё равно разобрали бы. Поэтому никуда не отпрыгивал. Вообще сушечка эта, как показала первая катка, ну, довольно-таки неплохо отыгрывается в данном режиме. Но, к сожалению, как показала вторая и третья катка, не настолько хорошо, как я ожидал. И я вынужден снять эту машину с первого места для режима гравитации. Для того, чтобы в этом режиме отыгрывать. Напишите в комментариях, какая машина в ваших руках лучше всего играется в этом режиме. И нравится ли вам вообще. Данный режим. Ну, а на данный момент у меня всё. Это была абсолютно честная, показушная каточка на СУ-12254. И попытка примерить данную сушечку к режиму гравитации. Всех благ, всего хорошего мира. Ну, и обязательно спокойствия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!